Ой, зачем ты солнце красное В ноябре 1943 года, по достижению 18 лет, он призван на фронт. Проходил службу в 139-й стрелковой Росславльской краснознаменной ордена Суворной дивизии, сформированной в Чебоксаре. Дивизия входила в состав Белорусского фронта. 11 февраля 1945 года, в бою под деревней Славно, во время отражения немецкой контратаки, товарищ Гаврилов уничтожил одну огневую точку и рассеял группу немецких автоматчиков. 27 марта 1945 года, в бою на окраинах города Геданска, Польша, товарищ Гаврилов в составе группы разведчиков проник в расположение противника и доставил командованию ценные сведения о системе немецкой обороны. Награжден ордена Красной Звезды дважды. Погиб недожив месяц до 20-летия и две недели до Дня Победы, 24 апреля 1945 года. Похоронка пришла к моей бабушке Гавриловой Татьяне Гавриловне в День Победы, 9 мая. Люди, где есть такие слова, которыми можно описать горе, когда мать теряет сына. Остается вечной и болью в сердце сын, не возвратившийся с войны. Мой двоюродный прадед Осипов Лука Осипович родился в деревне Ухманы, Шхазановского, ныне Канарского района Чувашской АССР, в 1915 году. Его призвали в армию в 1939 году. В декабре 1942 года он пропал без вести. Мы о вас помним, вы живы в нашей памяти. О своих родных рассказала заведующая информационно-методическим отделом муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованная клубная система Канарского района Чувашской Республики Николаева Зоя Семеновна.